С самого раннего детства мы знаем, что Земля имеет форму шара, а точнее геоида. Но не все согласны с этим мнением. Как это так? Давайте разбираться. В чем заключается теория плоской Земли? Она предполагает, что все континенты лежат на одной плоскости. И чтобы лучше это понять, давайте вернемся в прошлое. В 1838 году английский писатель Сэмэл Роботом решил проверить, действительно ли Земля изогнута. Он взял лодку, установил на ней флаг и попросил помощника отплыть на 10 километров. Сам Роботом встал посреди канала с телескопом. Если Земля искривлена, то мачта должна постепенно исчезать за горизонтом. Но он докладывал, что судно оставалось в поле его зрения в течение всего заплыва. После эксперимента Роботом сделал вывод, что Земля – это плоский диск с северным полюсом в центре. В 1849 году он опубликовал свои наблюдения под псевдонимом Паралакс. Кажется безумно, но важно отметить, что многие люди думают так же, как Паралакс. Вот где они вырезаются в стену. Возникает вопрос. Где же тогда край этой плоскости? И у нас есть на это ответы. Я постараюсь это объяснить при помощи пластилина. Последователи этой теории верят, что Антарктида окружает Землю, являясь огромной стеной. Она не дает мировому океану утечь. Сорудники этой теории верят, что эту стену тщательно охраняют, чтобы никто не узнал правды. Так, со стенами да собрались. Но вы скажете, а как же времена года? Это самая лучшая часть теории о плоской Земле. Она предполагает, что Солнце вращается над поверхностью Земли. Оно движется не только по кругу, но вверх и вниз. Времена года меняются в зависимости от положения Солнца над Землей. Все это время Земля стоит на одном месте и не движется, а Солнце и Луна летают по боковой орбите. Они верят в гравитацию, все нормально. Нет, они не верят в гравитацию. Гравитация это чушь. Мы все остаемся на Земле вовсе не из-за гравитации. А из-за того, что Земля постоянно движется вверх с ускорением 9,8 метров в секунду в квадрате. Приливы и отливы не имеют никакого отношения к гравитации Луны, так как сама гравитация не существует. Смена приливов и отливов зависит от магнита, находящегося в центре Земли. Вы скажете, да я видел фото Земли, круглая такая, похожая на шар. Почему сторонники этой теории не видели их? И на это у нас есть ответ. Да, фотографии действительно есть, но они были сделаны НАСА. Сторонники плоской Земли не доверяют фотографиям как доказательствам, так как их легко подделать. И ведь действительно, на фотошопе можно все, что угодно. Второй некий теории плоской Земли не верят ни в чему, что НАСА говорит и делает. Так если они не верят существующим фотографиям, почему бы им не сделать свои? Они пытались. Недавно один американец взлетел в самодельной ракете, чтобы взглянуть на планету из космоса и подтвердить свой взгляд. Он планирует после серии испытательных запусков построить ракету, на которой он поднимется на несколько километров и сфотографирует земной диск. Что получается в итоге? Земля имеет форму диска и находится под куполом, с которого светят искусственные светильники, луна, солнце и звезды. В этом и заключается теория плоской Земли. Ее сторонников, как и сторонников любой теории заговора, невозможно разубедить. Ведь они уверены, что все попытки это сделать – это часть заговора. Продолжение следует...